Юго-восточный Сочи 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 Абхазма и последствия Октябрьской революции 1917 года дошли до Абхазских берегов лишь 4 года спустя, когда части Красной Армии вытеснили войска меньшевистской Грузии и установили советскую власть. 10 лет с 1921 по 1931 годы Абхазия на равных входила в состав СССР. Но волонтаристским решением Сталина она не взводится до статуса автономии и включается в состав Грузии. Начинаются жестокие времена репрессии и безраздельного террора Лаврентия Берия. С первых дней Великой Отечественной войны десятки тысяч жителей Абхазии ушли на фронт. Сама же республика снабжала передовую углем, сельхозпродуктами, принимала на лечение раненых. Не обошли эти места и боевые действия. В послевоенные годы Абхазия превращается из аграрной в курортную республику. Миллионы советских граждан поправляли здесь здоровье. А такие курорты, как Гагра, Питсунда и Новый Афон приобретают мировую славу. Но с распадом Союза обнажаются глубинные противоречия, искусственно скрывавшиеся 70 с лишним лет. В том числе и во взаимоотношениях Абхазии и Грузии. Последняя, 14 августа 1992 года, попыталась силой оружия решить проблему Абхазии. После 13 месяцев войны, огромных жертв и разрушений, абхазская армия вместе с добровольцами Северного Кавказа и казаками Юга России 30 сентября 1993 года освободила территорию страны от оккупантов. Сегодня независимая Абхазия оправляется от нанесенных войной ран. Многонациональный народ республики строит мирную жизнь, чтит обычаи предков, главный из которых гласит «Гость – посланец Бога» и встретить его надлежит с особым почтением. 30 сентября 2003 года. Абхазия торжественно отмечает десятилетие своей независимости. День всенародной радости, искренней веры в лучшее будущее, гордости за свою страну. Большое количество почетных гостей, представляющих все республики Северного Кавказа и Юга России, делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, зарубежная абхазская диаспора. Все они приехали с огромным желанием разделить те светлые чувства, которые наполняли каждого жителя Абхазии. Центром торжеств стала преобразившаяся в канун праздника столица республики Сухум. Официальные торжества начинаются с церемонии возложения в парке воинской славы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok